всем привет в этом видео хочу сделать обзор и небольшой ремонт вот такого ножа это советский охотничий нож складной вот такой вид имеет в разложенном виде у нас есть непосредственно сам нож и есть открывачка вот такая открывашка хочу сделать чистку потому что очень тяжело вытаскивается этот нож открывается вот видим там ржавчина хочу сделать чистку полировку заточку ножа этот нож принадлежал моему отцу теперь он достался мне по наследству хочу его почистить оставить себе на память чтобы он был красивый чтобы его было приятно взять в руки посмотреть покрутить возможно взять собой на охоту также тут имеется экстрактор для гильз 16 12 калибра вот возьмем гильзу 12 калибра вот это для 12 калибра то есть если у нас после выстрела гильза застряла в стволе ее можно ножом подковырнуть вот зацепить этим экстрактором и вытащить из ствола если допустим там гильзу раздуло или еще какая то причина очень удобная штука на охота на накладках у нас есть вот такие узоры красивые насечка нож неразборный нож неразборный он на заклепках то есть но мы его разбирать и не будем просто почистим из изнутри с помощью баллистола длина ножа хочу померить еще какая у него длина если брать в сложенном виде смотреть примерно 13 сантиметров длина клинка 10 сантиметров суммируем наше расстояние получается 23 сантиметра в разложенном виде нож ну это довольно таки прилично сталь здесь хромированная ну и я так понимаю что сталь здесь какая то хромированная потому что вот видно где нож затачивали она начала темнеть в тех местах где ее не царапали осталось вот это хромирование то оно как бы вот держится до сих пор в тех местах где затачивали вот видно следы ржавчины и потемнение самой стали попробуем полирнуть посмотрим что из этого получится хочу чтобы у клинка был однородный вид итак приступим итак берем листок бумаги вот я взял какую то рекламную брошюру берем сам нож берем баллистол где тут баллистол вот он берем баллистол и задуваем это все делаем баллистолом берем баллистол и так и так сразу видно как ржавчина отстаёт прямо на глазах. Ну, думаю, достаточно. Оставляем нож, пусть полежит минут 10. Потом его будем чистить, полировать, затачивать. Итак, прошло минут 10, приступаем к чистке. Вот у меня есть надфиль такой старый. Я его использую для чистки складных ножей внутри. То есть, берём и просто вычищаем всю эту грязь отсюда. Видно, как эта вся грязь остаётся на надфиле. Теперь берём тряпочку, наматываем на надфиль и чистим тряпочкой. видно, да, сколько здесь грязи было. Сейчас уже даже местами видно, что металл стаёт белым, светлеет. Итак, выполнили чистку, залили баллистолом, почистили изнутри. Ржавчина, конечно же, остаётся ещё, но если и дальше пользоваться баллистолом, чистить это всё дело, то она со временем пропадёт. То есть, нужно не забывать ухаживать за ножом, определять внимание его чистки, и всё у нас пропадёт. Нож стало заметно легче открываться, раскладываться. То есть, вся эта ржавчина, которая была здесь в замке, ушла. Возможно, не полностью, но открываться он стал намного легче. теперь приступаем к заточке и полировке. Итак, установил станочек. Вот наш нож. Ржавчина ещё проступает, но это не страшно. Давайте проверим остроту ножа до заточки. Берём лист бумаги и смотрим. Ну, как как видим, у нас не режет. Вообще. Затачиваем и полируем. Включаем станок. Субтитры Продолжение следует... 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 Продолжение следует...